Берёте на себя повышенные обязательства. Будем стараться обязательно. Убавьем желательно. Потому что эта дорога у нас резервная. В любом случае, если что-то там случается, здесь можно скинуть, чтобы попасть в город. Движение транспорта. А так у нас получается затык. Во избежание опробок на Галауснинском и Байгальском трактах такова одна из главных целей ремонта дороги между Пивоварихой и Новой Лисихой. Реконструкцию необходимо завершить как можно скорее, уверен заместитель председателя правительства Иркутской области. Николай Хиценко обосновывает это следующими причинами. Во-первых, в октябре, когда погода уже не будет, улыбаться строителям. Ремонт дорог и мероприятие как минимум бессмысленное. А во-вторых, в сентябре областной центр посетят много гостей в связи с юбилеем. Пробки на центральных дорогах вряд ли посоздадут праздничное настроение в рядах приглашенных делегаций. Это всё ремонтники понимают. Несмотря на сложность участка, обещали завершить капремонт как можно скорее. Земля, глина, всё остальное прошло. В принципе, победили. На той неделе, если всё нормально, на чём уже укладка сентабетона. Три километра 600 метров за 64 миллиона рублей. Сумма внушительная. Именно поэтому от подрядчика областное правительство ждёт дорогу качественную, отвечающую современным требованиям. И, что немаловажно, безопасную. Здесь при производстве, будем говорить, при проектировании, при разработке проектной документации, в том числе были дополнительные ещё сделаны условия по обеспечению безопасности. То есть, вот мы сейчас как раз стоим в месте, где производится выемка грунта. То есть, здесь как бы убирается горб с дороги. Николай Хиценко во время выезда на объект сообщил, что в этом сезоне будет отремонтировано 13 участков автодорог. Их протяжённость 62 километра. Новое дорожное полотно появится не только на отрезке пивовариха «Новые леси». В этом году плановые работы по капитальному ремонту дорог ведутся на участке Иркутск-Качук-Захал. Также ремонтируется подъезд к посёлку Марково Иркутского района. И участок дороги Иркутск-Оса-Устярда. Продолжается ремонт дороги Еланцы-Хужир Ольхонского района. Полтора миллиарда рублей на дороги уже выделено на этот год из регионального бюджета. Сумма, по словам заместителя председателя правительства Иркутской области, беспрецедентная. Теперь вся ответственность за результат на подрядчиках. Ведь для региона дороги оказались очень дороги. Ирина Гапончик, Николай Крупченко. Новости сейчас.